всем привет дорогие друзья с вами роман канал mobile review я делюсь опытом эксплуатации от пиксель 6 это не обзор не обзор не надо мне писать в комментариях какой плохой обзор пишите какой плохой опыт эксплуатации пиксель 6 от компании google разработчик операционной системы android в общем-то чистая система необычный дизайн крутейшая камера непонятное время работы огромные тяжелый и вообще такое очень странноватистый гаджет мне его занесли из беги к самый добжелюбный магазин техники не реклама просто чувакам респект то что вот такое сложное время они предоставляют какие-либо гаджеты для обзоров потому что больше нигде особо найти и так и невозможно у меня вот он в розовом цвете до google пиксель 65g 128 гигабайт это коралловый цвет показываю как он вот здесь вот лежит спинкой кверху есть вот такая вот штука пом на айфонах последнего поколения точно также сделано под отклеиваете приятно все а внутри переходник type-c юсб кабель ну там там скрепка и какие-то информационные всякие вещи блока питания насколько я понимаю в этом устройстве нет ну и тоненькая коробка понятно вот и соответственно мы сейчас будем разбирать это гаджет он достаточно толстый достаточно тяжелый но относительно компактно относительно то есть вот если мы берем какой-нибудь ультра но посмотрите какая колбасня здесь получается то есть относительно вот этого телефона этот компактный аппарат поэтому судите сами значит едем металлическое основание стекло со всех сторон ну и фишечка это конечно же обратная сторона вот здесь вот оформлен модуль таким вот образом то есть это вытянутая часть немножечко над корпусом она надвигается здесь у нас какой-то розовый цвет здесь коралловый и вообще цветов несколько и все они вот так вот в сочетании делаются то есть один здесь цвет другой здесь очень приятное соотношение по цветам приятные такие пастельные цвета не яркие не вычурные у старшей модели чуть чуть более спокойные цвета но они какие-то скучноватые здесь все-таки поинтереснее на мой взгляд вот модуль казалось бы большой с другой стороны он удобен именно такой форме потому что вы вот так вот держите телефон и упираетесь пальцем и вот в эту часть и соответственно поддерживаете вот таким вот макаром телефончик чтобы он у вас не упал поэтому в принципе модуль удобен собственно как и вот в этом устройстве mi 11 ultra тоже вот так пальцем поддерживать и и телефон никуда у вас не срывается что тут интересного динамики стерео вот здесь играет тише снизу чуть-чуть громче перенесение качельки громкости на нижнюю часть не очень удобно потому что кнопка питания сверху у большинства телефонов кнопка снизу и как бы вот дотягиваться удобнее то есть вы нажимаете здесь и а приходится выше но скажу так это дело наверно привычки я вот привык за несколько недель что на сверху потом берешь другой аппарат и так клацаешь снизу что еще из нюансов но он достаточно тяжелый да это немножечко напрягало он увесистый он достаточно широкий ну вот какая-то такая история но с другой стороны материалы классные отпечатки пальцев почти незаметные дизайн хороший красивый он ровно лежит на столе вот не шатается из явных для меня минусов это отсутствие распознавания лица потому что вы вот так раз и он активируется а дальше нужно только отпечатком его будить и ну мне это неудобно у меня все телефоны на распознавание лица это его просто берешь в руки и он уже сразу автоматическое сблокировку делает мне удобно тем что иногда руки бывают там влажный помыл руки вот касаешься не срабатывает иногда просто ну вот банально неудобно касаться этого сканера вот и или он не срабатывает у вас вот это вот штука давай код набирать там какой-то вот тоже неудобно бывает поэтому почему не сделали я не очень понимаю на какая-то некая секьюрность до отпечаток работает и вот пожалуйста кнопочки приятные удобные но здесь все как бы сказал дальше едем динамик громкий чистый хорошо звучит никаких проблем здесь нету датчик освещения приближения работает тоже нормально но яркость к сожалению устройство занижает постоянно занижает все время хочется сделать поярче процентов ну наверное на 30 хочется сделать поярче он все время в каком-то таком полумраке показывает особенно если вы освещение вот внешние выключили то совсем темно становится неудобно вот даже сейчас я сделал себе на максимум ну потому что мне некомфортно в автояркость он выкручивает примерно вот так и ты сидишь и как бы мучаешь свои глаза ну вот мы медленно подходим к дисплею дисплей здесь классически нет никаких особенных таких выпендрежек типа сверх высокое разрешение сверх высокая частота здесь 90 герц и соответственно матрицам она неплохая но под углами многие говорят что этого не заметили но тем не менее под углами вот если наклонять у меня камера просто стоит вот с той стороны неудобно и поэтому заглядываю в экранчик чтобы вам видно было вот и при наклоне вот если яркость чуть-чуть убавить я думаю что это не будет заметно конечно же при наклоне играют радугой дисплей так вот наклоняете и какие-то переливы на нем происходит но и плюс он немножечко немножечко уходит в синеватый оттенок может быть это еще и связано с самой матрицы может быть вот такая матрица конкретно в моем устройстве но тем не менее значит если мы заходим в экран 70 процентов сейчас стоит адаптивная яркость есть always on display режим он мне нравится потому что картинка большущая она достаточно яркая все уведомления есть и как бы в этом плюс потому что иногда уведомлений некоторых не бывает на каких-то аппаратах или там плохо видно здесь все очень четко и хорошо есть темная тема для тех кто любит это все делом есть выбор цветов на натуральный яркий адаптивный там так далее есть повышенная чувствительность ну то есть в целом меня экран не впечатлил но вы знаете я не могу сказать что это что-то такое неинтересное скучное мне достаточно скажем так вот это и есть подтверждение моим словам что касается времени работы его тут получается абсолютная чехарда по времени работы не знаю с чем это связано например вот сап звонки они причем аудио звонки они могут же сжирать батарейку за два с половиной часа это вообще очень странно если мы говорим про видео может 18 часов проигрываться но одновременно с этим если вы используете сотовую связь там lte там тоже и так далее не по вай-фай то время освещения экрана может быть там три с половиной четыре часа всего лишь да а если вы по вайфаю сидите дома там на в офисе на работе то может быть до пяти часов и игрушки там шесть часов примерно сжирают батарейку то есть нельзя его назвать с таким вот стабильным устройством где вы четко можете сказать да 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 вот вот у меня он проработал вот так то и так и будет нет во всех режимах абсолютно по-разному сейчас вы по вайфаю получаете там не знаю 65 часов а потом бабах выходите на улицу и у вас все села за несколько минут ну вот примерно такая история возможно опять же виноват сэмпл но у меня все последнее по от google и тому подобное вот такая история начата здесь есть беспроводная зарядка но для того чтобы быстро заряжать нужно фирменная зарядка от google а так будет все очень очень медленно то примерно где-то 10 ватт есть быстрая зарядка но она тоже такая условно быстрая вот всеми адаптерами у меня получается заряжать на в лучшем случае где-то часа за полтора в то же самое время у меня вот многие гаджеты в том числе и вот это вот ультра огромная и там не знаю asus Zenfone 8 они заряжаются минут за 40 вот как-то так то есть очень очень быстро едем дальше что тут еще интересного есть коммуникационные возможности они типичные по качеству связи нареканий у меня нету все проверял плюс минус также как на других устройствах все работает быстро связь все в ну в общем все хорошо проблем никаких не обнаружил не с bluetooth не с вай фай дальше мы наверное подходим к производительности и здесь стоит фирменный процессор который вроде как основан на exynos или xynos кто как любит называть и мне процессор не понравился да он в принципе шустрый да в принципе все работает как бы нормально глюков тормозов нету но чувствуется что чутка не хватает в целом производительности что-то как-то вот не то а не то здесь вероятно еще из-за того что память оперативная она медленная для такого устройства здесь по моему 9000 мегабайт в секунду и это мало то есть должно быть хотя бы 20 вот встроенная память шустрая да вот прям там тащит по полной программе процессор достаточно сильно трат лет сейчас я вам покажу вот здесь вот у меня скриншоты 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 ну вот про antutu до 625 тысяч баллов в antutu выбивает это хорошо дальше где тут у меня еще есть интересные скриншоте ким тут в основном такое все скучное да и понаделал их это вот теоретическое время работы до 12 часов в приложении писем арк но такого времени он никогда не показывает это скорее знаете в видеорежиме такое может быть так и где-то у меня были по памяти по памяти вот такой вот троттлинг у него но то есть найти неприятный троттлинг и еще по памяти вот значит соответственно скорости 9 здесь получается 1000 мегабайт в секунду здесь почти 1 гигабайт в секунду на на 300 мегабайт в секунду ну так ничего хотелось бы запись побыстрее но в целом нормой поддерживается 5g но поскольку я на даче тут какой 5g лучшем случае 4g но в принципе вот как бы есть такая история в целом нормальный аппарат но вот чутка хотелось бы быстрее вот что-то вот что-то чуть-чуть вот такой вот все знаете просто есть сравнение да когда у тебя два устройства ты можешь понять вот например на mi1 ultra все полностью летает а здесь как-то но но не так она работает что касается камер но это вообще целая история камеры я писал отдельный материал изумительные камеры в этом устройстве используется есть ширик есть однократное увеличение есть цифровое приближение используются вот эти гугловые технологии когда вы можете вытянуть двухкратное цифровое ну почти как оптическая вот тут очень много всяких фишечек я может быть отдельно запишу видео именно про камеру могу так сказать что во всех режимах аппарат снимает великолепно вот просто сказочно он снимает и в темноте и вообще в любых режимах вот полностью темнота и он и по цветам вытягивает все и по балансу белого все четенько и цвет ну короче вот все по полной программе то есть хорошая камера что касается видео здесь есть ширик соответственно 1x2 x цифровое ну и вот здесь вот можно выбрать разные режимы например вот 30 кадров есть 60 кадров в секунду 4k я поставил именно 30 кадров потому что работает ширик тогда 4k 30 кадров в секунду а если поставить 60 то ширик не сможет работать вот так вот выбираем допустим здесь ставим 60 и все и ширик отсутствует у нас при 30 4k все нормально вот но это тоже такие странные вещи фронтальная камера нормально снимает мне понравилось видео ну так стабилизация есть оптическая стабилизация великолепнейшая и там даже непонятно где оптическая где цифровая потому что реально хорошо снимает есть панорамы 3d панорамы объектив но это типа вот вы можете посмотреть все так вот сфоткануть да и будут сканировали что это такое понпа панорамы ну тут все тоже понятно портретный режим немножечко увеличивает и размывает задний план движение есть вот такие вот штуки панорамирования длинная выдержка есть к ним описание ну допустим длинная выдержка да то есть фон четкий и все остальное размывается а если мы выбрали панорамирование то наоборот фон размывается объекта становится четким ночная съемка она автоматическая определяет сколько секунд но вручную тут прям в руках да можно сколько угодно записывать и кадр будет четким то есть там хоть семь восемь десять секунд все равно четко все будет но если кто-то будет 2 двигаться ну по понятным причинам все размоется здесь есть замедленное видео есть ускоренное видео есть вот описание к стабилизациям рану я так понял что они плюс-минус все одинаковые эти все режимы блокировка это когда вы вот так вот раз и у вас стабилизация происходит в двукратном увеличении в активности тут у нас вообще стабилизация мощнянская но это все цифровой метод не оптический но тем не менее вот можно поиграться с настройками вот по поводу звука звук здесь из двух динамиков сверху снизу снизу погромче сверху потише такие динамики они стерео расширенная стерео ну скажем так базам стерео база широкая но звучат они ну вот обычно звучат ничего такого нет поэтому в целом что могу сказать про этот аппарат стоит он от 45 до там 65 тысяч рублей смотря где выбрать вот классный дизайн собран великолепно тяжеленький до немножечко массивный до быстрый в принципе то быстрый вот ну с таким себе обычным экраном очень хорошие камеры странным временем работы не совсем предсказуемым но вы знаете я может быть даже все такое и взял бы потому что классические устройства под надоели а здесь ну хоть что-то такое необычное да вот такой прикольный дизайн он эргономичный то есть вот вы кладете он не шатается вы упираетесь пальцем нет никаких каких-то странных выпирающих в одной части элементов а там они наоборот куда-то вглубь уходит ну то есть такой прикольный аппарат а вот но на большого любителя потому что и цена и потому что ну своеобразные параметры вот но смотреть в сторону например про версии ну я лично бы мне не стал потому что про версии еще больше тяжелее да там покруче камеры там что-то поинтереснее но совершенно будет не компактный гаджет ну типа как iphone какой-нибудь 13 pro max да он огромный тяжелый не слишком удобный ну и так далее вот в целом на любителя на любителя но интересно интересно то есть я пока копался с этим смартфончиком ну я так прибалдел от него потому что в отличие от большинства аппаратов здесь хоть какие-то фишечки интересные есть вот всем большое спасибо что посмотрели это не был обзор там мой опыт эксплуатации где вам рассказываю в таком лайфстайл режиме что где как что понравилось что не понравилось всем большое спасибо пока